Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я расскажу как обработать виноград медным купоросом весной. На улице уже потеплело, ночью морозов нет и можно приступить к обрыскиванию винограда. В прошлом году я обрыскивал виноград с помощью железного купороса, но эффект от него минимальный для болезней, которые есть на моем винограде. Это мельдью и аидью. Для этих болезней наиболее подходит медный купорос. Опрыскивать виноград необходимо после его весенней обрезки и после того, как вы берете мусор и листья из-под кустов. Весеннюю обработку винограда необходимо проводить до тех пор, пока листики не распустились. Так будет наименьший ущерб для листвы. Для весенней обработки виноградной лозы я буду использовать однопроцентный раствор. Поэтому необходимо обрабатывать виноград, пока листики и почки еще не распустились. Так будет минимальный ущерб для них. Для приготовления раствора в первую очередь понадобится медный купорос в количестве 100 грамм. Также понадобится обычное хозяйственное мыло. Масса его обычно 270 грамм. Нам понадобится 50-100 грамм, его треть. Для приготовления раствора берем 10 литров теплой воды. Для приготовления раствора желательно брать пластиковую или эмалированную тару, которая не взаимодействует с медным купоросом. Еще понадобится терка для мыла и какая-нибудь палочка или столовый прибор для перемешивания раствора. В первую очередь с помощью терки необходимо натереть 1 треть куска мыла в теплую воду. После этого с помощью палочки или столового прибора хорошо размешиваем мыло в воде, пока оно полностью не растворится. Раствор медного купороса можно готовить и без мыла, но с мылом он лучше прилипает к лозе и дольше сохраняется на ней даже после дождей. После полного растворения мыла я беру 100 грамм медного купороса и высыпаю в эту емкость, перемешивая палочкой. После этого готовый раствор необходимо профильтровать с помощью марли. У меня на опрыскиватель есть мелкая сеточка, поэтому этого делать не нужно. И заливаем готовый раствор медного купороса в опрыскиватель. Вот видно, что виноград еще не проснулся. Почки еще не начали зеленеть, но виноград уже пускает соки и начали появляться капли в местах обрезки. И после этого начинаем обработку лозы винограда. Желательно это проводить утром или вечером, чтобы не было большой температуры и солнца. Так раствор лучше подействует на грибки и вирусы. Музыка Обрабатывать лозу винограда необходимо тщательно со всех сторон. Также необходимо обрабатывать землю, которая находится возле стволов винограда и шпалеру. А также проволоки шпалеры, на которых могут развиваться болезнетворные грибки и бактерии. Музыка При обработке виноградной лозы медным купоросом примерно расход на один куст от 1 до 2 литров. Во время хранения и опрыскивания раствор расслаивается, поэтому во время работы его необходимо постоянно помешивать и встряхивать в баллоне опрыскивателя. После высыхания раствора медного купороса, виноградная лоза покрывается характерным голубоватым налетом. И даже если пройдет дождь, то за счет мыла он не будет не так смываться с веток и действовать дальше. Это первая обработка виноградных кустов в этом году. Она нужна для первичной дезинфекции лозы от мельдью и аидиума. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok